ВЕСТИ СТФМ Первые о главном В Луганске 15 часов На Вести Плюс Новости Здравствуйте в студии с новостями. К этому часу Александра Замета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал заявление зампредосов Беза Медведева о том, что в случае поставок комплексов «Патриот» в Киево не станут целью для российских сил. При этом Песков добавил, что стоит дождаться официальных заявлений по поставкам. Ранее СМИ растиражировали, что Вашингтон может в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Правительство ЛНР утвердило положение о территориальном фонде обязательного медстрахования. Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном правительственном сайте. Напомним ранее, Леонид Пасечник и председатель федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин подписали соглашение о взаимодействии, после чего Пасечник заявил, что терриотделение фонда начнет работать в ЛНР в ближайшее время. В день чествования ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечается сегодня, в Брянке почтили память героев-земляков. Руководство города, общественники, ликвидаторы, вдовы-ликвидаторовы, неравнодушные жители возложили цветы к памятному знаку «Чернобыль. Боль наша». А в литературной гостиной Брянковского ДК состоялся информационный час, посвященный подвигу людей, заслонивших мир от губительного атома. Подобного рода мероприятия сегодня происходят в разных уголках республики. В ЛНР сегодня прибыл очередной гуманитарный конвой МЧС России, как сообщила прислужба нашего спасательного ведомства, в составе груза продукты питания для жителей Северодонецка и Рубежного. Авария привела к приостановке подачи воды в несколько населенных пунктов Лутугинщины, сообщила компания Луганского Датам. Добавили, что ориентировочно до 20 часов вечера без воды остались Веселая Тарасовка, Белая, Юрьевка, Белореченский и Сутаган. Московский детский театр имени САЦ, который находится у нас на гастролях, представил сегодня юным жителям ЛНР оперу «Королевский бутерброд». Показ состоялся на сцене русского драмтеатра имени Луспекаева. Уникальность спектакля в том, что он позволяет детям включиться в театральную игру, предложенную артистами. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами. Вести Плюс. Первое о главном. Вести Плюс. О метеообстановке на 15 декабря. Завтра в Республике облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 метров в секунду. В Луганске на протяжении дня около 0 градусов. Регионы от минус 3 до плюс 2. Ночь морозная. Территория до 9 градусов со знаком минус. В Луганске минус 5, минус 7. На этом все. Оставайтесь с нами и берегите себя. Ну а мы продолжаем здесь и сейчас в прямом эфире радиостанции Вести Плюс Луганск и телеканала Луганск-24. Ярослав Замета в этой студии. И Юрий Свидерский. У нас в студии двое гостей. Победа Татьяна Валерьевна, доцент кафедры приборы ЛГУ имени Владимира Даля, кандидат технических наук. И Швед Светлана Николаевна, доцент кафедры приборы ЛГУ имени Владимира Даля, тоже кандидат технических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну и вы пришли со своими вопросами. Вот шесть штук в строгом порядке. Я думаю, тогда мы вам давайте их и позадаем. Итак, откуда возникла идея проведения фестиваля науки? Ну, я немножко сделала такое вступительное слово. Почему именно возник такой вопрос? Второй и раз. Откуда возникла идея проведения фестиваля науки? Фестиваль науки проводится в нашем университете, университете Даля, уже пятый год подряд. А возникла эта идея в Российской Федерации, в городе Москве, в МГУ имени Ломоносова. И произошло это в 2006 году. Впервые был проведен фестиваль науки именно в этом университете. А на тот момент они рассматривали его именно как акция, рассчитанная на широкую аудиторию. И хотели понятным и доступным языком донести аудитории, обществу, чем занимаются ученые, какие исследования они проводят. И какие перспективы открываются для современного человека в этом смысле. То есть задумка была такая, чтобы фестиваль науки – это праздник науки. Поэтому девизом в Российской Федерации является «Прикоснись к науке», то есть узнай, как это происходит, что это и для чего это нужно. И сейчас, естественно, вы понимаете, с 2006 года уже столько лет прошло, то есть развитие произошло колоссальное. Вот в этой акции фестиваля науки участвуют более 200 городов Российской Федерации. И, естественно, вузы, различные площадки, которые реализуют и выставки, и конференции, лектории, экскурсии, конкурсы, различные виды научных каникул. А вот в нашем университете, в университете Даля, этот фестивал был организован кафедрой приборы и проводится он 2018 года. Мы перед собой ставили другую немножко задачу. Мы хотим, вернее, и проводим его в таких рамках, что это дружеская встреча интересующихся современной наукой людей. То есть это своеобразная платформа для выражения себя, представления, апробации своих разработок. Фестиваль позволяет участникам не только представлять свои идеи разработки модели устройств, но и возможность познакомиться с единомышленниками, с верстниками и наставниками. Вот даже могу привести пример. В этом году участвовал у нас школьник из 9-го класса. Он был настолько рад, что кроме его интересов научных есть еще так много всего в нашем регионе, что он не один. И с удовольствием делился этой информацией со своими одноклассниками, и был рад увидеть вот такой широкий круг интересов. Ну, естественно, наука подразумевает постоянное движение, поиск новых решений. Поэтому фестиваль науки и в нашем регионе является очень актуальным. Собственно, о целях вы сказали. А задачи какие фестивали науки? Как вы думаете, какой отзыв будет, отклик у молодых людей? Значит, проведение таких мероприятий, как фестиваль науки, становится все более актуальным. Учитывая, что период с 2022 года по 2031 год объявлены в Российской Федерации десятилетиям науки и технологий. Поэтому перспективными направлениями являются приборостроение, биотехнические системы, IT-технологии. Цель таких конкурсов, которые проводим мы, это повышение вовлеченности талантливой молодежи в сферу науки и технологий, демонстрация возможностей для самореализации в науке, востребованность профессии ученого и перспектив исследовательской карьеры. Мы, как организаторы фестиваля науки, ставим перед собой задачу провести такое событие, чтобы это была не сухая техническая конференция, которая будет понятна только сложившимся специалистам, а научно-популярное мероприятие, которое охватит как можно большую аудиторию, от школьников до практикующих инженеров, руководителей предприятий республики. И у нас получилось. В фестивале принимают участие школьники, самые юные, это 8-7 класс даже бывают дети, студенты, аспиранты, молодые ученые. Ознакомиться с докладами и присмотреть перспективных ребят приходят руководители крупных предприятий республики, что повышает рейтинг мероприятия. Это Луганск Стандарт Метрология, Луганск Центракуз имени Манитовского, Луганский авиационный ремонтный завод, научно-производственное предприятие ТЭД Компани, завод горного машиностроения, рудничные машины. Все они отмечают высокий уровень представленных работ, новые интересные идеи и их необычную практическую реализацию. В конференцию возвлечены представители разных возрастов. Таким образом создаются предпосылки для обмена опытом, преемственности поколений, а следовательно и дальнейшего роста. Именно поэтому девизом конференции стали слова «Знаешь, умеешь, делай». Как развивалось, собственно говоря, ваше мероприятие? С чего начинали и так далее? Первый фестиваль науки с успехом прошел в декабре 2018 года. Ого! Уже довольно много. Ну, пять лет нам, да. Где было представлено немногим более 20 стендовых докладов. Преимущественно это были студенты и преподаватели Далевского университета. Это было своего рода проба пера. Интерес к мероприятию рос. И если в первой конференции приняло участие около 100 человек, то в 2019 году во второй конференции было зарегистрировано порядка 150 участников, которые представили 60 докладов. Конференцию посетили порядка 400 человек. Так сложилось, что пандемия 2020 года заставила всех перейти на удаленный формат. И чтобы не прерывать традицию, оргкомитет конференции решил создать официальный сайт фестиваля науки. На его платформе и прошел третий фестиваль. С работами ознакомились более 300 участников и гостей конференции. В 2021 году было представлено 50 докладов, а в мероприятии уже принимало участие более 500 человек. В этом году прошел пятый фестиваль науки. Было представлено порядка 40 докладов. Участников было порядка 100, гостей было порядка 300 человек. По итогам конференции этого года выйдет сборник научных трудов участников. Это новинка фестиваля науки 2022. В подтверждение явного интереса к мероприятию нужно отметить, что участники представляют действующие образцы приборов и макеты, присылают презентации и даже видеоролики, в которых рассказывают, как работают их приборы. Для популяризации интереса к науке мы приглашаем на фестиваль школьников и привлекаем их поучаствовать в этой конференции. Так поем, это Малая Академия Наук? Нет. Не только? Ну, участвует и Малая Академия Наук в том числе. Потом дальше мы об этом тоже скажем. С представленными докладами можно будет ознакомиться лично, ну, ребята, школьники, когда приходят, можно пообщаться с авторами, задать вопросы интересующие, ну и, соответственно, потом работать в этом ключе. География фестиваля науки тоже расширяется. Каждый год к участникам из Луганска, Брянки, Стаханова, Антрацита, Краснодона, Равеньков, Красного Луча, Алчевска постепенно подключаются города ДНР, а также Ростов-на-Дону, Таганрог, Воронеж. Что касается тематики докладов, только ли технические были доклады, либо, может быть, по гуманитарным каким-то наукам, может быть, еще что-то? Ну, дело в том, что фестиваль науки предполагает очень широкий спектр участников. То есть это и гуманитарные, и естественные, экономические, и юридические, ну, естественно, технические в том числе. И главный послов фестиваля – это инновационность, представляемая работа, ее возможность применения в различных областях промышленности, и медицины, и биологии, и IT-технологии, и в образовании, в жизненно-коммунальном хозяйстве. Ну, абсолютно очень-очень широкий круг. Вот, приведу просто несколько примеров для того, чтобы было понятно, насколько широк спектр представляемых докладов. В области медицины были представлены проекты, прибор для биоэлектрических измерений, когда измеряют параметры биологически активных точек организма человека и определяют состояние организма и возможности воздействия на них. Электронный фонендоскоп с возможностью представления информации на экране монитора. Средства диагностирования состояния эндопротезов – это вот наши коллеги из Донского государственного технического университета представляли такой проект. Антибактерицидный рециркулятор воздуха, дистанционно-температурный мониторинг помещений и так далее. Искусственный интеллект транспортной системы. Активно участвуют в направлении компьютерной сети системы робототехника в виде моделей балансирующих роботов, квадрокоптеров, разработка руки манипулятора, бегущей строки или оригинального программного обеспечения. Также ребята, особенно школьники, представляют свои разработки на платформе микроконтроллера Ардуино. В экологическом направлении, в экологии было несколько интересных докладов, которые, кстати, были оценены также и в Российской Федерации на очень высоком уровне. Это доочистка сточных вод высшими водными растениями. Исследование Исаковского водохранилища. То есть то, что интересно именно в нашем регионе, на нашей территории. Различные приспособления для пугивания диких животных, для пугивания птиц от пчелинных ульев в зимний период. Нам как бы казалось, что это, для чего это. Оказалось, что действительно это очень актуально в сельском хозяйстве, в том числе, например. Различные системы получения альтернативной электроэнергии или альтернативных видов топлива, способы умягчения воды в домашних условиях. Также были представлены интересные работы гуманитарных и правовых направлений. Например, вопросы правового просвещения молодежи, эстетического воспитания, вопросы исследования предметов женского костюма в Британии XVIII века. Заслужила достойную награду работа ученицы 11 класса 30 гимназии «Анализ плановой и рыночной экономических систем на примере экономики Луганской области» на тот момент. А в этом году был очень актуальный и вызвавший интерес всех присутствующих проект, доклад на тему «Сердцем прикоснуться к подвигу». Ну, у нас этот год – это год молодой гвардии. А ребята занимались исследованием подпольной организации, которая работала в их городе. В городе Стаханове они установили взаимосвязь со своей школой. То есть были ребята, которые учились в этой школе. То есть очень интересная работа и действительно очень актуальна. И эту работу мы наградили грамотой за сохранение исторической памяти. Организатором кто выступил в фестивале науки? Кафедра? Прибора или университет? Организатором выступает кафедра прибора. Педагогический состав кафедры прибора. Собственно говоря, давайте тогда и о работе кафедры. На чем специализируется ваша кафедра? Кафедра приборы осуществляет подготовку специалистов в двух направлениях основных. Это приборостроение и биотехнические системы и технологии. В приборостроении в бакалавриате у нас два профиля. Это приборы и методы контроля качества диагностики. И информационно-измерительная техника и технологии. И в биотехнических системах и технологиях это биотехнические и медицинские аппараты и системы. Основой обучения на обоих направлениях является изучение электроники, схемотехники, микропроцессорной техники, программирование IT-технологий в соответствующей области, конструирование, проектирование технологий, изготовление элементов. То есть учебный процесс и учебный план построены таким образом, чтобы воспитать именно специалиста, который способен работать в разных направлениях, не в узконаправленности. На кафедре оснащены и работают несколько лабораторий, связанных со спецификой работы. Это и электроника, микропроцессорная техника, и медицинское оборудование, и приборы неразрушающего контроля и диагностики. И естественно, что актуальность именно наших специальностей подтверждается тем, что каждый год в связи с остановлением все-таки нашей промышленности с каждым годом это регулярные обращения и запросы на специалистов именно в нашем регионе. То есть каждый год ребята трудоустраиваются, все трудоустроены и находят себя в своей специальности. Соответствие уровня нашей подготовки подтверждено тем, что в предыдущие годы ребята выезжали в Российскую Федерацию, в российские вузы для защиты там дипломов и получения российских дипломов. И вузы ставили положительные оценки и говорили о высоком уровне, достаточном для проведения защиты Российской Федерации. Ребята, мы работали в этих направлениях с Донским государственным техническим университетом и с Южным федеральным университетом, это Таганрогский кампус. Работая также с аудиторией, которая школьников, да, то есть выпускники наши, я просто сама работаю с этой аудиторией и замечаю последние годы, что интерес к техническим специальностям не то, что угасает, а он как бы становится более напряженным в плане того, что ребята вот как-то боятся предметов математика, физика, да, которые, собственно, являются одним из основных в технических направлениях, в технических науках. И по наблюдениям своим вижу, что очень много школ в нашем регионе, в нашей республике являются гуманитарно направленными, то есть те, в которых там социально-экономическое, экономическое, правовое идет развитие, а таким предметам, как математика, да, алгебра, геометрия, физика уделяется мало внимания. Вот в связи с этим, естественно, что ребятам немного как бы и побаиваются, да, направлений технических. Поэтому вот школу с математическим уклоном, собственно, можно пересчитать на пальцах. Поэтому сейчас вот с переходом, да, на системы стандартов Российской Федерации, больше школ будет общеобразовательных, то есть я так понимаю, что уровень будет выравниваться, и ребята будут с большей уверенностью идти на направления технических специальностей. Хорошо. С какими вузами вы сотрудничаете? Потому что сегодня многие вузы Луганской Народной Республики сотрудничают с вузами Российской Федерации, именно всей Российской Федерации. В принципе, сотрудничество начиналось еще до начала спецоперации, как сегодня обстоит дело. Значит, наш вуз, один из вузов-партнеров, с которыми сотрудничает Луганский государственный университет имени Владимира Даля, является Новочеркасский политехнический университет имени Платова. Именно вот нашу кафедру курирует кафедра информационных и измерительных систем и технологий. И на данный момент наша кафедра участвует в программе двойных дипломов, в соответствии с которой студенты смогут получить сразу два диплома – ЛГУ МВ Даля и университета имени Платова. И наш вуз-партнер обеспечивает проведение ряда лабораторных работ и практик, где студенты поработают с высокотехнологичным современным оборудованием. Студенты получат уникальную возможность освоить современные технологии, приборы, оборудование. Это опыт плюс диплом одного из ведущих вузов Российской Федерации. Это станет все для них хорошим стартом в их профессиональной карьере. И именно эти студенты являются научным резервом, которому предстоит развивать промышленность уже в ближайшем будущем. А еще какие-то вузы? Еще есть вузы. Астраханский вуз тоже работает в направлении гуманитарном с экономистами. Вот как бы эти два ведущих вуза для нас флагманы. Может быть, кафедра в каких-то участвует в проектах с другими вузами. Я вот знаю, что транспортники, они с технарями из Москвы. С Москвы, с Бауманкой. Да, из Бауманкой. Да, да, да. А может быть, ваша кафедра тоже по каким-то проектам студенты? Пока мы находимся в формате переговоров. Возможно, мы какие-то наладим с ними тоже сотруднические проекты. У них, конечно, кафедра оснащена очень хорошо. Мы были летом у них на знакомстве с их вузом, с их лабораториями. Но это, конечно, достаточно высокий уровень. Хотелось бы с ними поработать и в профессиональном плане. Но я думаю, у нас все получится, и будут и дальше наши шаги, наше движение будет вперед, конечно. Хорошо. Что ж, большое спасибо, что пришли к нам. Напомню, нашими гостями были Татьяна Валерьевна Победа, доцент кафедры приборы. У Далевского университета кандидат технических наук. Также Светлана Николаевна Швец, также доцент кафедры приборы. Далевского университета, также кандидат технических наук. Приходите к нам еще, рассказывайте о достижениях кафедры, о проектах совместных. Ну, а мы уходим на небольшую паузу, после чего продолжим наше вещание. Спасибо. Спасибо.